Всем привет, это Артем Карт. Нахожусь вдали от дома и возникла необходимость поменять топливный фильтр на моем дизельном Renault Duster 2-го поколения. Попробую это сделать своими руками и надеюсь, что это получится. Я в местном магазине запчастей попросил привезти либо оригинал, либо качественный аналог. Привезли, конечно же, аналог фирмы Purflux. Ранее не сталкивался я с этими фильтрами, но вроде бы выглядит как неплохой качественный продукт, по крайней мере снаружи. Если вы что-то знаете про эту фирму, то пожалуйста, оставьте пару комментариев. Фильтры я не менял около 20 тысяч, поэтому пора бы уже в любом случае его поменять. И буду это делать я с помощью штатного домкрата, который находится у нас в нише заднего правого крыла. Машину поддомкратил. Советую подкладывать что-нибудь на порог и под домкрат, чтобы не царапать, потому что будут лишние очаги ржавчины, они нам не нужны. И сейчас будем пытаться снять вот этот подкрылок, потому что топливный фильтр находится примерно в этом месте, под этим подкрылком. Спустя 20 минут брызговик демонтирован. Для этого необходим только ключ на 10 и, пожалуй, торекс на 15. Также пригодится ножичек, чтобы поддевать некоторые клипсы. Подробное расположение каждого болтика, каждой клипсы расписывать не буду. Я думаю, что все это легко и так найти, заглянув в эту полость. Я хочу совместить замену топливного фильтра с чисткой, и не зря, потому что вот здесь, например, обнаружил огромную кучу земли, которая совсем скоро будет очагом коррозии. Поэтому сначала сейчас я все это вычищу, а потом уже будем заниматься заменой топливного фильтра. После снятия подкрылка в ходе ревизии обнаружил вот такой вот подгузник мокрый, который держит влагу. Находится он вот здесь. Я его оторвал. В дальнейшем, может быть, какой-нибудь антишум сюда приклею. Пока что просто я его выброшу. И вот такой вот уплотнитель стоит тоже в крыле. Вот здесь. И я нижнюю часть его отрежу, потому что там тоже собирается влага и не уходит. Что нехорошо. В остальном вроде бы все неплохо здесь. Пока что каких-то очагов коррозии не обнаружил. Грязь убрал основную. Вот здесь тоже скапливается вода, вот в этой маленькой нише. Не очень это хорошо и некуда уходить. Долго оно там стоит. Пока что вроде бы ржавчины нет. И здесь нужно открутить всего лишь навсего три гайки на 10. Начнем с двух сторон. Все понятно. С двух сторон. Ничего, чтобы тут не полилось. И второй также кнопочки с двух сторон. Готово. Из фильтра льется дизельное топливо. Так, новый фильтр на месте. Колечко на датчике воды поменяли. Новое шло в комплекте. Далее. Клипсу поставили до щелчка. Две трубки поставили до щелчка. Все вроде бы нормально. Проверяем положение. Закрываем металлическим кожухом. И фиксируем. Металлический корпус поставлен. Фишка закреплена. Шланги подключены. И датчик воды также закручен от руки. Все должно быть в порядке. Под капотом я не обнаружил у себя резиновой помпы, которая накачивает топливо в фильтр. Вероятно, это делает электрика. Поэтому сейчас попробую мотор завести. Но сперва несколько раз включу зажигание, чтобы топливо прокачалось. Несколько раз включил зажигание. Выключил. Надеюсь, что насос подкачал топливо. Где-то нужно. И теперь пробуем завестись. Машинка завелась с полпинка. Все хорошо. Работает ровно. Пускай поработает минут пять. Вроде бы все получилось. Вот такой кусок я все-таки отрезал. Этой подушки. Между крылом и кузовом. Почему? Потому что вода там все-таки скапливается и держится очень долго. Вот я проделал дырку здесь. И оттуда уже вылилась вода. И еще есть у нас струя. В общем, это я выбрасываю. По итогу немножко задул еще все в антикор. Предварительно подождав, пока высохнет после мойки все это. Надеюсь, что сильно хуже от этого не будет. И теперь нужно все это собрать. Все. Все собрал. Ничего сложного нет. Можно уложиться, наверное, минут в сорок. Даже тридцать, если не снимать подкрылок. А просто его отогнуть. Но я решил еще все это основательно проверить и частично проантикорить. Вам понадобится только ключ на 10, только торекс на 15. Ну и шлицевая твердка может пригодиться, чтобы какую-нибудь клипсу снять. Или ножик. Максимально простая задача, на самом деле, как оказалось. Поэтому немножко сэкономил, провел отличный день. Надеюсь, что видео было полезно. Проверяйте свои автомобили, уделяйте им внимание, дарите им заботу. И они будут отвечать тем же. И небольшое дополнение. На следующий день я снял второй подкрылок, чтобы посмотреть, что происходит здесь. Опять же, вроде бы ничего критичного. Но смотрите, какую котлету из грязи я обнаружил в этом уголке на пороге. Поэтому тоже сейчас вот этот вот, прошу прощения, подгузник отрежу. Вот так вот. Здесь все вычищу, здесь все обработаю антикором. И, наверное, вот эту тряпочку тоже... Вот она даже упала мне в руки. Наверное, тоже я ее обратно ставить не буду.